на рассвете вперед уходит рота солдат уходит чтоб победить и чтобы не умирать и даем нам прикурить товарищ старший сержант я верю песенка такая неплохая если предположить что ее слушает какой-нибудь российский патриот или солдат и вот он значит ностальгирует об армии и он вспоминает как он со своими товарищами где-то там воевал и вот они вместе все подружились и вот у них такой душевный там настрой то есть но о чем это видео но не о песенке любая солдат или как там она из белорусская группа которая создает культурный продукт то есть это как бы хороший частный пример как вообще всякий медиапродукт культурный продукт то есть на постсоветском пространстве используется для российских шовинистических всяких действий да и в интересах россии на то чтобы восстановить значит российскую империю в каком-либо виде то есть чтобы рано или поздно да все вот эти страны которые граничат с россией или входят в поле интересов да как бы россии с точки зрения руководства россии то есть чтобы они когда-то значит стали частью россии то есть и это только частный случай на самом деле эта проблема довольно многогранна и сложна вот обычная просто песенка белорусской группы здесь можно посмотреть да что блин любая чё за срань советская российская что-то думал что это белорусская группа ну ладно такое ладно не ассортах дерьма не разбираюсь поэтому хрен с ним и будет российская но вот мне интересно по руси русские из казахстана с вами братья славяне светлая память всем кто погиб за родину ну ладно это дагестан с вами так дагестан понятно это россия россия мы с вами что за тайкистан таджикистан татар из казахстана с вами уважаем классно я очень уважаю воевать воевать с братьями россии бурятия правильно привет из украины мы с вами этом когда написал три года назад да то есть россия убивает твоих сограждан а ты с ними и странная победитель не отмечает победна ну да только гусей не давите бульдозерами спасибо вам мужики ля 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 узбекистан тра ля ля армения ну в общем понятно все эти дружбаны россиюшки вместе с ней там причем банкире вообще украинцы обычные люди как и мы так а что ты тогда войска свои сюда посылаешь слава российской армии блять в общем мы видим как люди потребляют российский культурный продукт до того уровня что они могут даже отказаться от своей какой-то национальной идентичности да и строить возобновляют вот это вот империи и в принципе это явление то есть она как бы как его констатация это достаточная причина для того чтобы мы задумались о том и вообще начали как-то противодействовать российской культурной экспансии то есть как бы русской культуры в украине и и не должно быть так много то есть она должна занимать какое-то место среди культур национальных меньшин но как бы слышать о ней мы должны столько же сколько там а китайской вьетнамской какой-нибудь там марокканской то есть это вот в том месте должна быть российская культура не не должно быть русского языка школах не должно быть такого засилья всякого ну русскоязычного продукта да кто-то может сказать а ты вот сам на русском говоришь то есть но я это говорю на русском для того чтобы это поняли еще и россияне и не лезли сюда со своим дерьмом то есть вот россияне которые хотят чем-то помочь самая лучшая помощь которую вы можете сделать первое это поменять власть и вывести отсюда свои войска ну либо пойти и застрелиться для того чтобы не платить налоги и у россии было меньше денег для того чтобы снабжать свою армию которая воюет в украине а